Люди, которые меня спрашивают, как ты можешь работать? Это хоспис, это смерть. Я всем говорю, хоспис это не про смерть, это про жизнь в конце пути. Детство мое было очень счастливым и беззаботным. Прошло оно в Белоруссии, и там я и выросла, родилась и выросла, потому что отец мой был военным человеком, и в то время он там служил. Все мое детство и юношество проходило в закрытом военном городке, который находился в очень красивом живописном месте. У нас протекало две огромные реки, это Припять и Птич. Были очень красивые леса, и на самом деле детство было очень счастливым и беззаботным. Так как моя мама медик, медсестра, и она работала главной медсестрой в госпитале, я очень часто бывала у нее на работе. И вот все это, то, что окружало меня в госпитале, меня это завораживало, мне это очень нравилось. И, конечно, дальнейшую мою судьбу, выбор профессии очень сильно повлияла моя мама. Для меня это был эталон медика. Всегда красивая, подтянутая, в белом халате, никогда не пасовала ни перед какими трудностями. Я очень хорошо помню, как я приходила к ней на работу, ну, я приходила к концу рабочего дня ее, чтобы с ней вместе пойти домой. И были такие ситуации, когда я приходила, и мама говорила, там, быстро уходи на улицу, там сложная ситуация. И вот я стояла на улице, смотрела через окно, как там все суетятся, помогают. Потом мама выходила, говорила, все хорошо, переодевалась, снимала белый халат, и мы вместе шли домой. Вот, наверное, мама в моей судьбе сыграла самую большую роль. И поэтому, когда пришло время выбирать свою будущую профессию, я нисколько не сомневалась, что мне надо стать врачом. И, соответственно, я поехала поступать после школы в медицинский институт. Но, к сожалению, я не набрала нужных баллов. Я сейчас, честно скажу, я не помню, сколько я там не добрала. Конечно, сказать, что я расстроилась, ну, это ни о чем не сказать. Я очень сильно расстроилась. При этом у меня довольно был высокий проходной балл, и я могла поступить, меня брали в другие институты. Ну, в частности, химико-технологический, там, университет строительный. Ну, я вообще на это даже не смотрела и не рассматривала эти варианты. Я тут же решила, что мне надо устроиться на работу в медицинское учреждение и на следующий год снова поступать. Я устроилась работать в детскую поликлинику, в регистратуру. Мне это нравилось, потому что вокруг меня были медики, медсестры, врачи. Я очень впитывала все то, что вокруг меня происходит. И еще раз убедилась в том, что я на правильном пути, я иду верной дорогой, и мне надо двигаться в этом же направлении. Ну, и как всегда в моей жизни бывает, и до сих пор так бывает, я по радио услышала рекламу о том, что предлагают поступить на вечернее отделение в медицинское училище. И я подумала, о, это шанс. Я смогу закончить медицинское училище с красным дипломом, при этом я буду работать, у меня будет уже медицинский стаж, и тогда я с легкостью поступлю в медицинский институт. Когда я принесла документы в медицинское училище, на вечернее отделение, там посмотрели мой аттестат, он довольно... Там высокие баллы были. Я в школе всегда очень хорошо училась. Мне говорят, ну, с таким аттестатом надо идти на фельдшерское отделение. Я никому ничего не объясняя, сказала, нет, 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 потому что на фельдшерском отделении надо было учиться 4 года. Я думала о том, как быстрее поступить в медицинский институт. Я сказала, что я буду учиться на медицинскую сестру. И так началась моя... Ну, мой вот жизненный путь в медицине. Я с удовольствием училась, я хорошо училась. И когда я уже проходила практику, многие доктора, с кем я встречалась на практике, мне предлагали остаться работать у них в отделении. В частности, мне предлагали операционный блок, операционную медсестру. Ну, я всем говорила, нет, 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 я буду поступать в медицинский институт. Как я и хотела. Да, я забегаю. Я продолжала работать в детской поликлинике и вечерами училась в медицинском училище. И в один момент администрация медучилища предложила нам всем, что вот есть вакансия лаборанта-гистолога на кафедре патанатомии. И кто хочет, значит, ну, предлагайте свою кандидатуру. Конечно, я двумя руками, я сказала «я, я, я». И надо сказать, что я была единственная. Потому что многих пугало, что кафедра патанатомии – это связано с моргом, это связано с трупами, с скрытием. И многих это пугало. Для меня это было, наоборот, это очень интересно. Меня взяли на кафедру патанатомии, где, в общем, я попала в очень хорошую атмосферу. Вокруг меня были прекрасные люди, завкафедрой, Нечаева Ольга Николаевна, которая ко мне очень хорошо отнеслась и очень поддерживала мое стремление поступить в медицинский институт. И, зная о моей мечте, все преподаватели кафедры, когда были какие-то интересные случаи в секционном зале, обязательно меня приглашали и говорили, что вы обязаны посмотреть, такое нечасто увидишь. Вам в дальнейшем это очень пригодится. И, как я себе и планировала, медицинское училище я закончила с красным дипломом. И вот она, казалось бы, мечта у моих ног. Но тут в мою жизнь мешалась любовь. И мне предложили замуж. Конечно, я согласилась с удовольствием. Но я все равно думала о том, что я поступлю. Но так получилось, что мой муж на то время уже работал штурманом. Он ходил в море. И как-то, разговаривая с ним на эту тему, он мне говорит, ты знаешь, мне абсолютно не нужен врач. Мне нужна жена. И как-то так в дальнейшем получилось, что рождение ребенка, переезд в Ригу. Уже у меня была дочка, и мы переехали жить в Ригу. И знаете, так получилось, что где бы я ни находилась, с кем бы я ни находилась, люди, когда узнавали о том, что я медик, все время обращались ко мне с какими-то просьбами. Или посмотри моего ребенка. Или я ничего не понимаю в выписке, скажи, что там написано. Или приходили за какой-нибудь таблеткой. То есть, ну, я постоянно кому-то все время оказывала медицинскую помощь. Постоянно. И опять же, как я и говорила, по радио я слышу о том, что у нас в Риге, в Латвии, организовывается хоспис. И я подумала, я должна там работать. Это мое. Я умею работать и хочу там работать. И потом я увидела объявление о том, что в хоспис набирают людей. Конечно, я пошла на интервью. Честно сказать, я очень-очень переживала. И после интервью, ну, недели-две вообще никаких звонков, ничего не было. Знаете, интервью, ну, как обычно, закончилось. Спасибо за интервью. Мы с вами свяжемся. И вот проходит две недели, никаких звонков. И вдруг мне звонят и приглашают меня на работу в хоспис. Мне говорят, что вы нам подходите. Ну, я очень обрадовалась. Когда сейчас уже я работаю там больше двух лет, люди, которые меня спрашивают, «Как ты можешь работать?» Это хоспис, это смерть. Я всем говорю, хоспис – это не про смерть. Это про жизнь в конце пути. Я очень хорошо помню свою первую пациентку. Я вообще помню всех своих пациентов. И очень благодарна судьбе за встречу с этими пациентами и их родственниками. Это, ну, для меня, не знаю, для меня это большое счастье и удача. Ну, вот вернусь к первой пациентке. Когда я пришла в эту семью, где болела мама, конечно, я сразу увидела, что это уходящая пациентка, что ей осталось 3-4 дня, конечно, об этом, ну, с родственниками я не говорю в первый день. постепенно я знакомлюсь с семьей и спрашиваю их, в первую очередь, хотят ли они знать всю правду или не хотят. Бывает по-разному. Чаще всего родственники говорят, что мы хотим знать всю правду. И тогда у меня уже идет очень откровенный разговор с родственниками. при этом, конечно, я помогаю пациенту. В чем, так сказать, моя помощь? Ну, как бы это ни странно звучало, но чаще всего, приходя к пациенту, я вижу, что он до конца не обезболен. А пациенты находятся уже в терминальной стадии, последней стадии. И чаще всего они уже не могут говорить, но родственники не видят того, что пациенту очень больно. И тогда мы корректируем обезболивание. Я прошу связаться с семейным доктором. И когда происходит полное обезболивание, успокаиваются родственники, спокоен пациент. Вот это и есть палеотивная помощь пациенту. И вот, к сожалению, до недавнего времени у нас в Латвии конкретно вот такой хосписной помощи не было. У нас есть палеотивное отделение, где пациент может находиться от семи до десяти дней, но, к сожалению, туда тоже очередь. И из моей практики мои пациенты часто они встают на эту очередь, они записываются в это отделение, но не доживают. Поэтому хосписная помощь на дому это очень важный момент. Конечно, должно заботиться государство. Конечно, то, о чем мы говорим, то, о чем мы везде стучимся, то, о чем везде рассказывают, конечно, это должна быть бесплатная государственная помощь. Потому что таких пациентов огромное количество. Я вам просто приведу из своей практики, что выписывают родственника, ему рекомендовано палеотивное лечение, он с трахеостомой, он с гастростомой, то есть он весь в проводочках. Родственники вообще не знают, что с ним делать. У родственников паника, при этом они еще должны пойти на работу, то есть они работающие люди, они должны идти на работу. И часто встает вопрос о том, что мне что теперь, увольняться с работы, что мне делать? И в тот момент, когда мы приходим в семью, мы, я имею в виду хоспис, и говорим, мы все возьмем на себя, не беспокойтесь. мы обработаем трахеостому, я знаю, как работать с гастростомой, не переживайте, я разберусь в препаратах, которые назначены вашему родственнику, все будет хорошо. И пациент, и родственники успокаиваются, родственники спокойно работают, они точно знают, что все будет сделано, все будет обработано, пациенту не будет больно, если надо, то мы накормим пациента. Опять же, смотря в каком состоянии пациент, вы знаете, разные бывают ситуации, иногда приходишь, и пациент еще в очень хорошем состоянии, и он с удовольствием с тобой разговаривает, делится, рассказывает о своей жизни, вы знаете, у меня вот не так давно была пациентка замечательная, она все в своем состоянии понимала, и очень хорошо понимала, что она уходит, но у нее еще довольно было неплохое состояние, и она мне сказала, Ольга, я хочу поехать в Юрмалу и сходить в ресторан, я хочу очень вкусно покушать и погулять по Юрмале, и да, мы это все сделали, мы с ней поехали в Юрмалу, мы с ней пошли в ресторан, мы с ней замечательно пообедали, и вечером, когда мы возвращались домой, при этом надо сказать, я так отступаю, что ну, вы понимаете, что это специальная перевозка, что пациентка уже в коляске, это не так все просто, да, тем не менее, если пациент хочет и здоровье еще позволяет, конечно, я это с удовольствием делаю. Мы, к сожалению, сейчас только оказываем помощь днем, ну, то есть мы 8 часов с пациентом, а пациентам таким нужна круглосуточный круглосуточный уход, и я все-таки надеюсь, что нас услышат, и государство возьмет на себя заботу о таких пациентах, заботу, это значит финансирование. Я очень надеюсь, что будет построен стационар, хосписный стационар. Это тоже очень нужно. И еще такой момент. Вы знаете, уходя с работы, уходя от пациента, я родственникам всегда говорю, что я доступна 24 часа в сутки. И если им будет нужна моя помощь, они могут звонить в любое время суток. Я не могу сказать, что родственники этим зло потребляют, но тем не менее, мы все разные. и бывает так, что мне звонят ночью, каждый час, и я всегда отвечаю. Бывает так, что напрямую боятся попросить меня приехать, но я сама говорю, если хотите, я приеду. И беру такси и еду ночью к людям, потому что я понимаю, что им очень страшно и им намного спокойнее, когда я рядом с ними. Зачем мне это все? Ну, наверное, вот такова моя миссия на этой земле. Не знаю. Мне это надо. Потому что когда вот такое происходит, и ты ночью, допустим, едешь к пациенту, потом возвращаешься домой и слышишь, например, от мужа, я тобой горжусь. Наверное, вот поэтому. 거� Girls Yep, лайк, н а а а вот Продолжение следует...